Федя, иди! Тебя все ждут! Федя, пошли! Федя, иди! У нас вот такой небольшой водоемчик. Первый вопрос, который мне многие задают, куда сходить в городе Донецке? Прежде всего у меня есть отдельный плейлист на канале, называется он Донецк. Там есть интересные места, вы можете, конечно, просматривать его и посещать. Ролика по поводу ботанического сада не было. Врываемся туда, покажу, что там у нас есть, а там есть на что посмотреть. В общем, смотрите, не переключайтесь. Также не забывайте ставить свою оценку этому видео, пишите абсолютно любые креативные комментарии. Ну что, погнали? Ребята, еще один вопрос, как сюда добраться? Я приехал на 32-м автобусе на мотель. И пешочком иду в сторону Макеевки, и по левую сторону у нас будет уже ботанический сад. Вот забор. Мы сейчас будем ходить. В принципе, вы знаете, выпуски у меня, как всегда, от первого лица. Показываю, рассказываю, что почем, где купить билет. Ну вот у нас ботанический сад. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно нам два билетика? По чем они? По 50 рублей, да? Нет, по 30 по территории. 50 это варанжерею. Ой, варанжерею. Варанжерею давайте. Варанжерею там отверстие, а здесь сколько 30 рублей. Давайте два штучки. 10 рублей есть? Есть, конечно. 5. 5. И еще 5. То есть там внутри можно купить... На 12 часов будет экскурсия. Ага, как раз мы вовремя. Так, ребята, вход в ботанический сад 30 рублей. То есть это вход на территорию парка. Варанжерею, если входить, то там вход будет 50 рублей. На территории парка есть такие смотровые таблички, в какую сторону вам нужно будет идти. Ну и так ориентироваться будете по этим ключевым точкам и смотреть, что у нас тут в парке. Тут также можно купить вкусняхи. Здесь теневой сад продажа растений. Основник Донецкого ботанического саду Украины. Член-кореспондент АН Украины. Доктор биологических наук, профессор, заслуженный дьяч науки Украины. Кондратюк Евгений Миколаевич. 1914-1992. Это основатель ботанического сада. С этого начинается наша экскурсия. Кстати, что удивительно, так много людей. Не знаю, в субботу-воскресенье здесь, наверное, вообще аншлаг. Здесь у нас такая березка трехствольная. Наверное, уже сад весь отсвел. Единственное, что птички прикольно поют. Да какие-то маленькие. Я думаю, на камеру слышно будет. Здесь беседки есть. Можно посидеть, если сильно жарко. Вот тут с правой стороны у нас забор. Вдоль всего Мак-шоссе будет. Это у нас здесь Сакура. Выпуск 2018. Тут у нас небольшая беседка. Родендрон Калинка. Походу, здесь какие-то проходят еще выставки. Выпуски. И огромная просьба не заходить на территорию клумб. Это в стиле Японии здесь сделано. Такие вот прикольные беседки. Кстати, надо будет пройти сейчас в сторону, где красивый красный цвет. Красота. Осень за окном. Хотя здесь как будто в другом измерении листья еще не желтеют. Еще здесь пятачок какой-то есть. Здесь уже белый цвет. И очень много пчел. Сюда можно заходить в часика в 8 утра. И дай бог, чтобы вы после обеда выбрались. Мест здесь, конечно, очень много интересных, красивых. Есть на что посмотреть, в общем. Аккуратно все сделано. Кстати, по территории парка есть урны. Работает полив газонов. В принципе, за парком следят. Очень красиво. Кстати, вон там, вдали, на горизонте, виднеются желтые листочки. Все-таки чувствуется, что осень. Я хочу показать вам все интересные места. Поэтому, если влог затянется больше 20 минут... Опа! Хапанул сыро. Прозевал я, конечно, вспышку. А тут дело в том, что никуда не убежишь. Единственное, что пригнуться можно. Вот такой лайфхак вам, как можно освежиться. Вот этот боец на 360 градусов. Обрабатывает всю территорию. Опасный. Акатили? Ой! А ты что думаешь? Это не просто так. Жесть! Что не сделаешь ради хорошего контента? Ребята, продолжаем двигаться дальше. Левую сторону я вам показал. Здесь у нас еще огромные просто плантации всего. Очень много табличек. Я так понял, там еще сажают какие-то растения. Ну, в принципе, основные из них я вам покажу. Ребята, прикольный вид открывается. С левой и с правой стороны у нас деревья. И теплый желтый цвет окутывает эту всю тропинку. Невероятная красота. В 12 часов у нас будет экскурсия в оранжерее. Поэтому сейчас мы отправляемся туда. Покажем, что у нас там происходит внутри. Ветви, елки опустились. И здесь такой тенек образовался. Ну, какой газончик красивый. Аж радует глаз зеленый цвет. Кстати, это что у нас? Грибочек? Да. На обед кому-то. Заходим внутрь в оранжерею. Здесь с левой стороны у нас касса. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно два билета? Куда? В оранжерею. Давайте догонять их. Будете догонять? Вот они только ушли. Стоп, правильно? Правильно. По 50. Вот заходите и направо. А вот в школе помнят, что папоротник размножается спорами. Не цветет вообще это растение. Вот они споранги. В них созревают споры. Рассыпаясь, так размножается папоротник. Асплениум гнездовой. Гнездо напоминает. И ваек, когда скрученные в трубочке, лежат яйца в гнезде. Платицериум олени рог. Что вижу, то пою. Похож прямо на олени рога. Я немножко от группы отстал. Смотрите, у нас тут рыбки такие плавают. Очень много текста. И все, не успеваешь записать к себе в память. Поэтому, не знаю, я лучше вам покажу. Все равно через день выйдешь с этого сада. И все забудешь, то, что рассказывают. Это если постоянно повторять, то, конечно же, запомнишь. Пальма финиковая. Вот на этой пальме различные плоды, как финики. Все вы кушали, да? У арабов это основной вид пищи. И арабские женщины вынуждены разнообразить свои блюда, чтобы денег не приедал. У нас там что-то еще и там. Федя, иди. Тебя все ждут. Попнул. Кстати, жарящая страшная. Их больше сотни видов. Вы, проходя, обращайте внимание, вокруг пустите головой, да? Какое разнообразие фикуса вас окружает. Я вам буду называть только некоторые. Аккуратимая заремия нашего подберием. Здесь и я. Людмой всегда выхаживаются, да? Да. Федя, пошли тебя ждут. Смотрите, какое большое алое. Представьте, сколько можно здесь наделать капель в нос. Африканцы утверждают, что этим растением, отваром или настоем, можно вылезти свинец из организма человека при отравлении. Он еще одно алое. Просто огромные лепестки. Это ядовитое растение. Вот немногие знают, что в стоке этого растения содержится мужья. Кстати, ребята, подписывайтесь на мой инстаграм. Там выходят фоточки и видеоролики немножко раньше, чем на ютубе. Ссылочка будет в описании. Растение как будто не живое. Пластиковое. Что касается впечатления, очень жарко. И немножко можно побыстрее проходить это все, потому что выходишь на улицу и становится... Класс! Прохладненько. Заходим в следующую дверь. Блин, опять жара. Тут еще жарче, наверное, чем в предыдущем помещении. Кайфанули! Так может это в чай, по-моему, добавляют. Да, это в чай добавляют такое. Жасмин. 76-й год. Тропическая Азия. Ой, как одеколон точно. Как одеколон. Да. Полотно, которое не промокает водой. Этим капаком набиваются куртки полярников и дорогие спасательные жреты. На этом, мои дорогие, все. Наша экскурсия закончена. Счастья вам, здоровья, благополучия, всем нам мирного неба на голову. И приходите к нам почаще. Приводите своих родственников, знакомых, гостей своих. Привозите обязательно к нам. В любое время, когда бы вы не пришли, увидите и узнаете обязательно что-нибудь. Ребята, спустя 50 минут, на часах уже 12.49, мы вышли с экскурсии. И будем продолжать обзор дальше. Обходить гектары ботанического сада. Здесь у нас стоят статуи, сделанные кузнецами. В принципе, этот ролик вы можете посмотреть, что касается кузнецов, кованых фигур, паркованных фигур. В Донецке у меня есть на канале. Сейчас ссылочку где-то в правом или в левом углу прикреплю. Вот так у нас выглядит панорама ботанического сада. Будем дальше бороздить просторы. Субтитры сделал DimaTorzok Вправо у нас интересный тоже парк. Очень много статуй. В принципе, есть на что посмотреть. Там дальше у нас тоже палисадники. Здесь на территории парка есть лавочки. Посидеть, отдохнуть, взять с собой тормозочек. Взять сальца, лучка, колбаски, помидорчика и отдохнуть на природе. Все-таки даже находишься в Донецке, но воздух тут совсем другой. И тем более мы сейчас заходим в сад ароматических растений. Здесь такая табличка. Тут у нас пасека, что ли. Четыре ящичка стоят. Интересно, пчелы там есть? Скорее всего, что есть. Смотрите, какая красивая природа осенью. Есть, что поснимать в Донецке. И еще очень много мест. Поэтому, ребята, ждите. Какие сочетания цветов. Еще деревья некоторые зеленые. Желтые, красные, коричневые. То есть вся цветовая гамма осенняя есть. Очень классно. Еще прикольно падают листочки с деревьев. Зайдем мы еще в ворота. Тут у нас растет то, что можно собрать. Ну и так. Гулять можно и гулять. На этой прекрасной ноте будем завершать этот влог. Если вам нравятся такие форматы выпуска, вы обязательно комментируйте. Побывали мы сегодня в ботаническом саду в городе Донецке. Меня многие просят, что ж ты нас никуда не водишь? Вот, ребята, сводил. Кстати, напишите, может быть, еще что-то вы хотите увидеть? Если вам понравился этот ролик, вы знаете, что делать. Обязательно поддерживайте меня, комментируйте. Ну и лайки. Не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. С вами на канале был Виконста. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok